Здравствуйте, уважаемые производители, участники рынка. Хотела поблагодарить компанию Владам за приглашение и возможность выступить перед вами. Я сегодня буду говорить не только о ценах, а в целом о ситуации, которая происходит на рынке и о тех факторах, в которых сейчас функционирует рынок и под влиянием которых он меняется. Все почувствовали о том, что мы сейчас стоим на пороге грандиозных изменений. Моя презентация не напрасно называется «Кого-то конец, а кому-то начало». Я уверена, что те, которые приехали сегодня сюда, все-таки ориентированы на продолжение бизнеса и качественные изменения его. Несколько слов о геополитических изменениях, которые произошли два года назад, и под влиянием которых мы продолжаем, продолжают меняться условия работы на этом рынке. Начнем с грустного, с отрицательных сторон. Это снижение внутреннего потребления в среднем на 10% из-за оккупации Донбасса, аннексии Крыма. Там действительно было достаточно много потребителей плодовочной продукции. Особенно сильно это почувствовали производители борщевого набора. Отток иностранных инвестиций из-за войны на Донбассе, снижение платежеспособного спроса при росте себестоимости продукции. Потому что, когда говорят, что мы выращиваем украинские овощи, это не совсем так. Мы выращиваем овощи фактически европейские, потому что мы используем для их выращивания европейские ресурсы. И по европейским ценам. И потери единственного хорошо изученного внешнего рынка сбыта в связи с эмбарго в России. Два года уже действует эмбарго, но фактически ощущать мы его стали только последний год. После того, как в прошлом году, 20 сентября, была введена блокада в Крыму и фактически экспорт остановился. Из положительных сторон, это рост положительного сальдо, внешнеторгового баланса. Экспортировать мы стали больше, чем импортировать. Спрос на импортные овощи и фрукты упал. Из-за 20 гривен эта продукция стала очень дорогой для украинского потребителя. При этом возрос спрос на европейском рынке на украинские овощи и ягоды. Сезон текущий, основные факторы, внутренние факторы. То есть мы понимаем, что Украина это не изолированный рынок, это не отдельная планета. Мы находимся в структуре мирового рынка и то, что происходит за границей нашей страны, это очень важно и очень сильно влияет на цену. Расширение площадей под овощами борщевого набора и перспективы увеличения производства на 5-7% при ограниченных возможностях экспорта. Сокращение площадей под картофелем в коммерческом секторе перспектива впервые за последние 4 сезона снижения урожая на 2-3%. Причем сокращение в основном произойдет за счет коммерческого сектора, который на сегодняшний день в рынке картофеля занимает порядка 50-60%. То есть на рынке, на цене рыночной, это отразится достаточно существенно во второй половине сезона. Сокращение площадей и производство тепличных овощей, особенно небольшие производители напуганы ситуацией прошлого года, второй половины сезона, когда ввели блокады в Крыму, цены на продукцию резко упали, тепличный огурец по гривне и дешевле. Второй севооборот в этом году многие даже не садили. Вырвали огурец и второго севооборота не было. В результате на сегодняшнюю неделю назад наши клиенты продали огурец, купили его по 8 гривен в Калинко-Днепровском районе. С учетом доработки и логистики Донгова он получился 12 гривен себестоимости, продали его по 19 гривен за килограмм в Кольщу, на границу не заезжая даже на маршавский рынок. То есть очень высокая цена в Украине, цены гораздо выше, чем в прошлом году, тем не менее есть возможность для экспорта. Я об этом позже скажу. Обвал цен на ранние овощи открытого грунта. Капуста была рекордсменом по темпам дешевления. Фактически это и сыграло решающую роль в принятии решения по силу поздних сортов капусты. Многие фермеры сократили. То есть испугались и сократили. В принципе, вполне трезвое решение. К началу осени цены на почву становили пятилетний антирекорд. К началу осени сформировался, как ни странно, дефицит, вот такой парадокс украинского рынка, дефицит сезонных овощей экспортного качества на фоне обвала цены на внутреннем рынке. Мы на самом деле искали экспортного качества перец, экспортного качества баклажан, экспортного качества цукини, баклажан стоил 1,5 гривны за килограмм в поле. Фермеры отказывались его убирать. По 4-5 гривен за килограмм мы не могли найти продукцию экспортного качества, потому что это как замкнутый круг такой. Фермеры перестали убирать баклажан, слабеет растение, качество следующей продукции снижается, и найти качественный баклажан невозможно. Обновление рекорда по экспорту тепличных овощей в Европу, в Евросоюз, снижение экспорта бахчевых на самом деле произошло, несмотря на неплохие перспективы в начале сезона, связано было с тем, что в Румынии в этом году был хороший урожай, цены были ниже, и наш арбуз не всегда был проходным по цене в Европе больше. Рекордный экспорт голубики и смородины в ЕС, слабый перспективы роста цен на овощи борщевого набора до конца сезона, вследствие плохих перспектив экспорта. То есть фактически производство будет приравнено приблизительно к сезону 2013-2014 года, тогда на самом деле цены не должны были так сильно вырасти, выросли они за счет того, что мы могли большой объем продукции через крюм поставлять в Россию. То есть вот именно эмбарго в отношении Европы и открытый Крым сыграл решающую роль в повышении цены во второй половине сезона. В этом году у нас нет Крыма, у нас нет открытой России, у нас есть, переключите, пожалуйста, у нас есть серьезные внешние факторы, это увеличение урожая овощей борщевого набора в Польше на 17-18% по предварительным данным. У нас есть самый большой урожай, я здесь написала, прошу прощения, самый большой урожай картофеля в Польше за последние 4 сезона, сейчас картофель в Польше стоит дешевле, чем в Украине, порядка 2 гривен за килограмм можно купить картофель на рынке Брониша. Эмбарго в России в отношении украинских свежих и переработанных овощей и фруктов продолжает действовать, и в России не наблюдается как минимум снижение производства, потому что там очень серьезно работают вот эти лозунги импортозамещения, и фермеры, российские фермеры в прошлом году, они отреагировали на это, и цены серьезно провалились, потому что реально думали, что погоду на рынке делают импорт, но на самом деле по овощам борщевого набора, таким как свекла, картофель, Россия себя обеспечивает практически полностью сама, поэтому если там объемы производства не падают, то и перспективы экспорта туда не слишком высокие. И реэкспорт украинских тепличных овощей, ягод и яблок в Россию через Беларусь, если будет. Но опять же это не те объемы, которые шли через Крыму. Следующий, пожалуйста, слайд. Что мы имеем на сегодняшний день? Здесь я собрала данные средних цен по состоянию на середину октября, октября, если брать от начала сезона, то есть июнь и середина октября. Обратите внимание, что цены самые низкие за последние раз, два, три, четыре, пять лет. И речь всего подешевела морковь, свекла, картофель. Это самая стабильная позиция остается на сегодняшний день, что подтверждает мои предположения относительно того, что производство, и сейчас, кстати, растет своя качественная картофель, и многие хозяйства, я бы сказала, даже западного региона, где сконцентрировано производство, еще не убрали весь урожай, потому что там была засуха, сухую землю они не хотят убирать, поэтому этот картофель еще остается из земли, и какой будет на самом деле урожай, пока оценить еще сложно. Но сокращение предела 2-3%, я думаю, что это вполне реально. Следующий слайд. Многие как мантру повторяют, если бы была открыта Россия, все было бы на самом деле по-другому, по борщевому набору. Давайте посмотрим на цены, которые сейчас есть в Москве, в Варшаве и в Львове. Действительно неплохой зазор в пределах 5 евроцентов за килограмм есть по моркови. По свекле шансов нет, по картофелю шансов нет. Следующий слайд, пожалуйста. По луку есть небольшой зазор, совсем небольшой. И по капусте цена у нас даже выше, чем в Москве. То есть Россия бы нас не спасла однозначно. При таком объеме производства и при том производстве, которое есть в России, цена в принципе не проходная на сегодняшний день на экспорт у нас. Следующий слайд, пожалуйста. Что делать, секундочку, что делать в условиях, когда производство растет, а потребление не меняется? Либо снижаем производство, либо увеличиваем потребление. То есть другого не дано. А вообще желательно бы в комплексе это сделать. То есть мы приходим к тому, что нужно все-таки немножко планировать свой бизнес. И когда мы садим большую плантацию, увеличиваем на 20-30% плантации под капусту, только потому что ее относительно несложно выращивать, то мы должны понимать, куда мы должны будем ее продавать. И если этот урожай не помещается даже в хранилище, которое мы построили, то на следующий год нужно с этим что-то делать и как-то все-таки планировать. Следующий слайд. Структура потребления здесь не очень хорошо видно. Обратите внимание, что если взять борщ, то доля экспорта здесь самая-самая маленькая в реализации. То есть на сегодняшний день мы валимся в собственном соку. Только за счет увеличения рынка. И то рынок растет в большей степени за счет ритейла. То есть ритейл наращивает объемы реализации, но работа с ритейлом тяжело. То есть в любом случае внутреннего рынка нам на самом деле мало. И работать на внутреннем рынке становится тяжелее с каждым годом. Перерабатываем мы тоже очень-очень мало этой продукции. Следующий слайд, пожалуйста. Обратите внимание динамика производства и экспорта лука в Польше. При практически одинаковых объемах производства мы практически не экспортируем лук. При том, что у нас сейчас очень активно обсуждаются перспективы экспорта чищенного лука, я об этом позже скажу, замороженного лука. Мы его практически не экспортируем. Мы его экспортируем ситуативно. Несколько раз мы даже попадали на европейский рынок, но это случалось только тогда, когда там были очень высокие цены, а у нас цен не было. То есть лишь бы не выбросить. Вот это назывался наш экспорт. А в Польше же, несмотря на скачки, то есть у них тоже нестабильное производство, бывает, и погода их тоже пьет. Но экспорт остается относительно стабильным. Следующий слайд, пожалуйста. То же самое по моркови. При практически аналогичных объемах производства экспорт намного больше. Следующий. И капуста. При этом капуста, я хотела бы еще вернее вернуться к моркови. На сегодняшний день Украина номер два в Европе после России по площадям под морковью и по объему производства моркови. При этом Украина является лидером по темпам увеличения производства моркови в Европе. И продает... Вернитесь, пожалуйста. И продает фактически всю морковь в Украине. Но экспорт при этом не наращивается. Следующий слайд, пожалуйста. Что касается наиболее экспортируемых позиций. Томат, огурец, аркуза. По томату внизу это импорт, вверху это экспорт. Последние два года мы уверенно снижаем и тот, и тот показатель по томату. Но если с импортом все понятно, потому что... Ну и с экспортом, собственно, тоже все понятно. Импорт становится дорогой, поэтому потребление снижается. Экспорт становится... Ну, экспорт после того, как ввела Россия эмбарго, тоже резко сократился. Еще 2014 год там не очень объективные данные, потому что большой объем все-таки мы экспортировали. То уже 2015 год показал четкую тенденцию к снижению. То же самое и по огурцу. По арбузу. В принципе, мы растем. В этом году немножко просили. Во многом экспорт умешал качество продукции. Я сейчас об этом тоже скажу. Что такое вообще рынок ЕС? Ну, в этом году мне повезло познакомиться с требованиями европейских покупателей. Достаточно близко. Это рынок, на самом деле... Ну, я назвала это рынок сложных компромиссов. В большинстве случаев компромиссов там вообще быть не может в плане цены. Прежде всего, это рынок с высокой конкурентной средой. Он в 5 раз больше, ой, в 3,5 раза больше, чем российский рынок. Но это не значит, что там в 3,5 раза больше возможностей. Нет. Там очень много операторов, профессиональных операторов, которые работают системно и с которыми конкурировать достаточно сложно. В отношении качества не существует компромиссов вообще. То есть, если вы привезли товар, который имеет брак там больше 5%, с вами вообще никто разговаривать не будет. Это даже не украинская сеть. Системность поставок и одежность партнера важнее, чем цена. У Швара, я сейчас работаю с ОРСП Швар достаточно плотно. У них есть представительство на рынке Брониши в Варшаве. И вот через него мы пытались продавать украинскую продукцию. Украинские овощи, украинские арбузы. Так вот, были моменты, когда мы привозили достаточно качественный арбуз. Мы самостоятельно его делали, экспортным, из того, что нам привозили фермеры. Мы привозили достаточно качественный арбуз и предлагали его по цене на 3 гроша, например, дешевле, чем предлагали румыны. Брали у румынов. Потому что румын находится на этом рынке уже 5 и более лет. Надежность поставщика там ценится намного сильнее, чем даже цена. То есть, ценой не всегда можно переманить европейского покупателя. Им нужен системный подход и надежный партнер. Следующий, пожалуйста. Что нам мешает выйти на европейский рынок? У нас огромный производственный потенциал, но нет четкой стратегии экспортного развития. Украинский фермер по-прежнему ориентирован на цену, а не на клиента. Были моменты в этом году, мы приезжали в хозяйство и просили сделать нам продукцию экспортного качества. Фермер обещал подумать, потом смотрел на свою продукцию, думал, по принципу, такая корова нужна самому. Думал, думал, и на следующий день объявлял цену, например, на 2 гривны выше. И начинал с нами торговаться. Хотя речь шла о том, что давай мы возьмем и научим. Мы будем говорить, что это твой товар. Вплоть до того, что можем какие-то логотипы впоследствии, в будущем рассматривать. То есть просто нужно зацепиться за европейского покупателя. Тут же начинали поднимать цену, если чувствовали, что товар действительно качественный. Нет желания объединяться. У нас сейчас очень много нишевых направлений, которые могут потенциально быть... Вернее, они уже востребованы, такие там, как Батат, например, Спаржа. И по Голубике очень много проектов запущено в Украине. Но это все мелкие проекты, которые не желают объединяться в силу менталитета или в силу непонимания вообще того, что будет происходить дальше. И поэтому крупных проектов нет, так чтобы можно было приехать и купить сразу большой экспортный объем. А мелкие проекты, куда они будут продавать свои товары. Они будут продавать на внутренний рынок и будут конкурировать между собой, таким образом продавливая цену вниз. То, что мы наблюдали в этом году по Голубике. Голубика, например, экспортный... Ну, об экспорте можно говорить, если плантация имеет размер, ну, приблизительно 10 гектар. Таких у нас нужно пересчитать по пальцам одной руки на сегодняшний день, которую плодоносит. Все остальные это мелкие проекты, которые самостоятельно экспортный объем не формируют, но, тем не менее, они пытаются продавать, ну, продают это все внутри страны. И, соответственно, цена в этом году уже проседала ниже, чем в прошлом. И этот процесс будет продолжаться. И большинство просто не верят, что смогут. То есть, потому что баклажану помню историю, что приехали на поле, предложили более высокую цену. Ой, это мне надо людей собрать, а сколько мне это будет стоить. Я не хочу, пусть он, я не буду его убирать. Вот так он и остался в поле, этот баклажан. Хотя наш представитель пошел и собрал несколько плодов и показал, вот если ты мне сделаешь две тонны вот такого баклажана, я бы тебе куплю его почти в два раза дороже, чем сейчас тебе дают на рынке. Просто фермер не захотел. Следующий слайд, пожалуйста. Наши сильные стороны, это крупнотоварное производство, облегчает процесс дифферсификации канала сбыта. Если у вас большие площади, вы можете работать сразу в нескольких направлениях. Можете работать с сетью, вы можете работать на экспорт, вы можете работать с переработкой. То есть это уже вы собрали урожай и сделали из него три вида продукции. Для переработчиков, для сети и для экспорта. Вы получили три разные цены, но в совокупности, в большинстве случаев, вот такой системный подход, если вы долго присутствуете на рынке, он обязательно дает прибыль. Самая дешевая в Европе рабочая сила, именно поэтому самые большие перспективы экспортные за тем видом продукции, которые требуют ручного труда. И есть возможность выращивать в промышленных масштабах нишевые культуры с прицелом на рынок ельц. Ну и теперь здесь подборка фотографий. Как я уже говорила, в этом году мы насмотрелись на всякое, и на европейское, и на украинское. Я сразу хочу сказать, и здесь, и здесь это европейский товар. Ну, многие фермеры считали, когда мы приезжали и спрашивали, есть у вас томат экспортного качества. Да, конечно, нам показывали вот то, что находится слева. Вернее, да, слева, для вас слева. А нам нужно было то, что находится справа. То есть не все тепличные комбинаты, например, сегодня готовы делать товары экспортного качества. Даже крупные комбинаты, например, они отказывались делать тарирование. Это обязательно условие для поляков. Что такое тарирование? Поляк, ну вообще у европейцев у них очень мало времени. Они привыкли приехать и взять этот товар, и не заморачиваться, не проверять, не копаться. То есть они могут так бегло взглянуть, все окей, и забрали. И вот это дорогого стоит. Поставщик это очень сильно ценит. Поэтому поляки, если покупают, допустим, в ящике 6, по-моему, килограммов томата, вот если он покупает 100 ящиков томата, там должно быть 600 килограмм. Плюс-минус, плюс-минус 10 процентов. Не может быть такого, что в ящике 5,5 килограмм, 5,700 килограмм, 6,600 килограмм. Такого быть не может. Для этого нужно провести тарирование. Для этого нужно взять каждый ящик и перевесить. Перед тем, как погрузить его в машину. В этом году оригинально звучала вообще причина отказа делать тарирование на одном очень крупном тепличном комбинате. Они сказали, что в связи с тем, что в России не берет у нас сейчас товар, мы вынуждены были сократить персонал. И в связи с этим у нас нет людей, которые бы делали тарирование. И мы не смогли сделать экспортную поставку по хорошей цене. Понимаете? То есть обратно вот этот замкнутый круг получается. На самом деле поляки хотят видеть сортированный томат. Им очень нравится томат с хвостиками. Но здесь опять же есть свои нюансы. Этот томат должен быть аккуратно уложен для того, чтобы эти хвостики не кололи плоды и томат не тек в процессе транспортировки. Это очень важно. Им очень нравятся наши томаты черри. Упакованы желательно в черный картон, который выгодно подчеркивает цвет этой продукции. Следующий слайд, пожалуйста. По баклажанам. Вот так вот выглядит польский формат цукини. Вот то, что нам предлагали фермеры. Я еще раз говорю, что и то, и то это украинская продукция. Следующая. Огурец. Вот с первого взгляда вроде неплохой товар, да? Как будто бы один-один. Но вот если поляк увидел вот такой кривой огурец, он может отказаться брать товар. А если там лежит 2 или 3 этих огурца, то все, вопрос закрыт сразу. Вот так вот выглядит огурец польский. Он должен хорошо быть уложен, и желательно, чтобы вот эти вот цветочки, они были как можно свежее. Следующий. Баклажан. То, что нам предлагали, большая проблема баклажана в том, что тот, который не на шпалере выращивается, этот баклажан сильно поврежден. Поляки не любят, европейцы не любят, когда это разноцветная продукция, или поцарапанная, или с какими-то механическими повреждениями. То есть, когда те же ветки или там части растения повреждают плоды. Поэтому это очень важно учитывать. И, естественно, баклажан не может быть один большой, другой маленький. Они все должны одного размера быть, и ни в коем случае не покручены. Следующий. Арбузы. То, что приезжало нам. И из этого делали мы вот такое. Этот арбуз мы везли, впоследствии он попадал на полки польских супермаркетов. Что забраковывали поляки однозначно? Однозначно забраковывали вот эти вот коричневые вещи, сухие, которые на арбузе. Они это называли порисованный украинский арбуз. То есть, они это даже брать не хотели. Разнокалиберность. Очень важна была, очень многие компании в этом году понесли серьезные убытки с тем, что были нарушены, были нарушения при погрузке арбуза. То есть, горячий арбуз грузился в РЭФ. Почему-то многие думают, что РЭФ может охладить арбузы, и он после этого будет совершенно нормальной температурой. Нет, это не так на самом деле. У многих арбуз сварился, пока стоял на таможне, и в результате полностью партии, целую партию возвращали поляки обратно. Вот такой вот упакованный арбуз, в такие ящики, вот это то, что им нравится, но можно возить и насыпом. Опять-таки, при погрузке арбуза многие фермеры делали серьезные нарушения, мелкий калибр ложили снизу, крупный ложили сверху. В результате порядка 10% боя приезжало в процессе, и это уже не экспортного качества товара. Следующее. Контрольные точки, которые необходимо учитывать при экспорте. Время уборки. То есть нельзя убирать продукцию в жару. Ну все вы это знаете. Логистика поля-холодильник. Тоже это не должно быть большое расстояние. Продукцию нужно охлаждать. Всю продукцию нужно охлаждать. Сортировка и упаковка. Желательно, чтобы это все проводилось прямо на поле и не забирало дополнительно и затрат, и труда. Температурный режим при погрузке товара также должен обязательно сохраняться. То есть в арбузе должна быть прям промерена температура перед тем, как он грузится в машину. Следующее. Ну и здесь я так очень быстро сделала подборку экспортного потенциала в рейтинге. Что, у какой продукции самый высокий экспортный потенциал. Ну прежде всего это свежие, замороженные, мягкие ягоды. Я еще раз напоминаю, это все, что требует руки. Все, что убирается вручную, это наше основное преимущество. Это пользуется спросом. Арбузы и дыни. Дыни это Абельдесапо дыни. Очень востребованы сейчас на польском рынке. Они вплоть до сегодняшнего дня готовы покупать украинскую дыню. Тепличные овощи. Тепличные овощи, опять же, здесь уже нужно смотреть ценовые окна. Начало сезона. Мы должны пользоваться своим преимуществом в виде климатических климата, который позволяет нам раньше выйти на рынок и позже с него уйти. То есть это первая половина сезона и вторая половина сезона. Свежие, замороженные овощи открытого грунта. Сезонка, как мы их называем. Это перец, цветная капуста, брокколи, баклажан, лук, спаржевая фасоль, чеснок, огурец, коктейльный томат. По цветной капусте хотела еще сказать, чем отличается польский формат от украинского. Украинцы больше любят, когда такой формат кулачка, цветная капуста небольшая. Поляки наоборот любят, чтобы головка была килограмм или чуть-чуть больше. При этом цветная капуста у поляка определяется свежей цветной капусте по листьям, которые ее окружают. Обязательно цветная капуста должна быть с листьями. Если листья завяли, то все. То есть вы можете ее просто сами потом начать разбирать на соцвете, пробовать продать на заморозку, но это должен быть объем от 10 тонн, не меньше. А ниши это батат и спаржа, но это дорого. Нужно понимать, что это дорого, поэтому сейчас эти проекты небольшие. И уже те люди, которые инвестируют в эти направления, они уже начинают объединяться. Это хороший знак. Очищенный лук. Сейчас расскажу. Косточковый. Черешня прежде всего. Да, в Украине сложно вырастить черешню. А вообще косточковые сады это то направление, в которое меньше всего сейчас инвестируют. Потому что слишком высокий риск потери урожая из-за заморозков. Но на самом деле в Европе сейчас дефицит классной черешни. Дефицит вот этой плотной черешни, которая может хорошо транспортироваться. И мы-то упакованы на овощи борщевого набора. Возвращаясь к моркови. С учетом того, что у нас производство так растет, то, естественно, это направление должно найти выход на внешний рынок. Если рассматривать европейский рынок, то вполне возможно, в этом году некоторые компании планируют продавать туда морковь. В чем проблема украинской моркови? В принципе, себестоимость она с поля, она по цене может быть проходной. То есть морковь достаточно дорого стоит в Италии, дорого стоит в Голландии. Проблема украинской моркови в том, что она в большинстве очень часто плохо хранится. И к концу сезона, если вы достанете, во-первых, она должна быть для Европы мытая, поэтому если в конце сезона вы достанете те запасы, которые у вас остались, помоете их, то там будет большой отход, который ляжет себестоимость вашей продукции. И уже по себестоимости вы не пройдете. Мытая морковь, она обязательно должна мыться в гидрокулинге, то есть она должна быть охлажденная морковь. Но по 10, есть амбиция у некоторых компаний, в этом году в мешках по 10 килограмм пробовать продавать даже на польские сети. Я надеюсь, что это получится. И последнее такое, как конфетка, я просчитала затраты на себестоимость 1 килограмм чищенного лука на сегодняшний день. Это направление очень интересно, потому что цена на лук падает, 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 и нужно с этим что-то делать, и очень много лука, который не будет храниться, и думаю, что его можно почистить и легко продать в Европу. Не так-то и легко, на самом деле, потому что вот здесь вот приведена линейка всех затрат, и по моим расчетам на сегодняшний день это порядка 21 евроцента за килограмм. По моей информации, сегодня поляки готовы покупать 23 евроцента за килограмм. То есть это по самому минимуму я просчитала. Вот там сырье на поле 2 гривны за килограмм. То есть проблема в том, что мы чистим товар на луку. Мы его когда очистим, себестоимость он сразу прибавляет минимум гривны 30, а то и полторы гривны за килограмм. Плюс все остальные затраты, получается цена, которая практически упирается в польскую цену. Если это страны Великобритании, там логистика еще тяжелее, и, соответственно, себестоимость еще выше выходит. Поэтому это вам информация для размышления, инструмент, который вы можете использовать для развития одного из своих направлений. Тот же чищенный лук. Ну, у меня все на сегодняшний день. Ну, если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Нет, а вы там 5 копеек поставили чистку. 150 тысяч приблизительно это на... Нет, вы поставили 5 копеек за чистку. Стоимость чистки. Чистоимость чистки. Это если вы людей соберете. А? Из-за расчета, что... Ой... Нет, как сказали. Можно набрать людей за... Заплатить им 100 тысяч, они будут эту партию формировать вам неделю. Если хотите за 4 дня, это должно быть 200 тысяч. Затраты. Это на машину, если берется. То, соответственно, 150 тысяч я взяла в среднюю... Смотрите, человек-дейк там должен получать 70-100 гривен. Пускай там зимой 60. Ну, и он почистит за смену, ну, 100 килограмм, ну, 120. Он считает, если бы стоимость... Ну, сколько у вас получается? Просто сейчас без... Русульки 10. Получается, там, со всеми движениями, там, 50 копеек, это там, ваш друзей, там, друзей. 50 копеек, значит, я там ошибаюсь. Значит, я там ошибаюсь. Верните, пожалуйста. Это... Я посчитала, да, там должен быть... Это рубль третий. Рубль третий? Нет, это рубль третий, смотрите. Знаете, почему рубль третий? Вы когда почистили, у вас 60% остается лука. Остальные 40% вы за них уже заплатили. Поэтому вот это я вернула, эти 40%, это гривны 30. Это без чистки. Это чистое сырье после того, как вы его почистили. Нет, надо просто еще раз рубль третий. А, сюда? Да, 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 я поняла. То есть добавьте, пожалуйста. Тогда разницы не получается. Тогда вообще не получается. Тогда совсем уперлись в польскую цену, да. Убитый. А, еще один момент. Еще был запрос от поляков по замороженному луку. Вот там интересно, получалось, но опять, очень маленький зазор. При себестоимости его 9,50 гривен за килограмм уже заморожены здесь. С учетом таможни и фрактов до Познания, получалось, что на 2,2 злотых поляки готовы были покупать по 2,4. Но тогда еще в Польше не был такой дешевый луку. Сейчас они покупают дешевый луку. То есть тоже там. Да, в Польше сейчас очень дешевый луку. Да, в Польше сейчас очень дешевый луку. В Германии? В окуповидном луке есть? Да, есть. Спрос на окуповидный луку был. У нас была цена, что порядка 8 гривен за килограмм. Там можно было продавать почти в 2 раза дороже. То есть зазор был порядка 2 гривен. Мы считали это минимум со всеми, со всеми вещами. За хороший перец можно было продавать, но мы не можем найти. Это в год сентября месяца, когда цены провалились. Баклажан, перец, кабачок, все это дело мы искали, мы не могли найти. Поэтому, если есть у вас предложение, я работаю с несколькими компаниями, которые готовы сейчас экспортировать. Нам нужен экспортной объем. Давайте будем общаться, давайте будем вместе пробивать это от новой луку. Я, например, очень хочу, чтобы там появилась наша продукция. И таких, как я, к счастью, много. Что еще хотела сказать? Что-то еще хотела сказать, если вспомнить, расскажу. Еще вопросы, если есть, то, пожалуйста, задавайте. Ну, если вопросов нет, то я еще здесь нахожусь. Пожалуйста, подходите, спрашивайте мои контакты. Вот, и надеюсь на скорость сотрудничества с вами. Кстати, да, и если есть у кого-то какие-то идеи относительно контрактного производства, я еще раз говорю, что у Швара есть представительство Польши, есть там уже наработанные контакты, там уже два года находится торговая площадка. К нам очень много поляков обращается с просьбой. Есть запросы, есть, есть, есть. Проблемы я описала, почему мы не можем оперативно отвечать и полноценно с ними работать. Поэтому, если кто-то созрел уже контракт на производство, вот Экспорт, то, пожалуйста, тоже обращайтесь. Спасибо большое, я желаю вам удачи в этом нелегком сезоне. Я уверена, у вас все получится. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.